Не менее опасно, чем рак мозга. Как вовремя заметить меланому? Не менее опасно, чем рак мозга. Как вовремя заметить меланому? 8 часов 16 декабря 2019 года. Депозит фотос, Андрей Лозови и Родинок. Депозит фотос, Андрей Лозови и Москва, 16 декрея новости, Альфия Яникеева. Ежегодно в России диагностируется до 9 тысяч заболеваний меланомы наиболее распространенной злокачественной опухолью кожи. На начальной стадии она излечима в 90% случаев, поэтому сегодня основный упор делается на профилактику и раннюю диагностику заболевания. Как распознать рак кожи и можно ли от него защититься, РИА новости рассказал Николай Потикаев, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессор РНИМУ имени Энни Пирогова. Во всем мире растет заболеваемость раком кожи, но при этом все больше пациентов вылечиваются и долго живут без рецидивов. Это история про новые препараты и методы лечения или хорошую диагностику. Это в первую очередь диагностика и работа с населением. К сожалению, рост заболеваемости и меланома и другими злокачественными новообразованиями кожи увеличивается из года в год. Это происходит во всем мире, не только в России. Но этой негативной тенденцией сопутствует одно важное обстоятельство – снижение смертности от меланомы. Меланома – один из наиболее коварных видов злокачественных новообразований кожи и раковых опухолей вообще. Она не менее опасна, чем глиобластома. Опухоль мозга также быстро метастазирует. У меланомы четыре стадии. На первых двух опухоль находится только в коже, она похожа на небольшую черную родинку, которая вообще может не беспокоить. Организм с ней практически не борется. Если меланомы обнаружить на этом этапе и удалить хирургическим путем, то мы избавим человека и от самой опухоли, и от возможных метастазов. Но часто бывает, что пациенты приходят к онкологам уже с поражениями внутренних органов. Специалисты понимают, что это метастаз, начинают искать первичный очаг и обнаруживают на коже меланому. А метастазы во внутренних органах – это уже четвертая стадия, когда, к сожалению, помочь больному очень тяжело. Вот чем опасна меланома. Даже если при усмотре пациента ее увидит терапевт или врач другой специальности, не сразу становится ясно, что это злокачественное новообразование. Для этого нужен специалист-дерматолог или онколог. Иллюстрация РИА Новости Меланома возникает из меланоцитов клеток, содержащих темный пигмент меланин. В 90% случаев эта опухоль образуется на коже. Она очень агрессивна, быстро растет и дает метастазы. За последние 10 лет в Москве за счет серьезной профилактической работы все больше случаев рака кожи диагностируется на первой и второй стадиях. Если в 2007 году меланому выявляли на ранних этапах в 69% случаев, то сейчас этот показатель 83%. В результате смертность снизилась с 10,7% в 2012 году до 4,6% в 2018. Это данные посмертности в первый год после постановки диагноза. Родинки есть практически у всех. Как понять, что это не просто родинка, а, возможно, меланома? Первое, если на коже появилось какое-то новое образование, которое вызывает подозрения у самого пациента. Оно ему непонятно. Второе, если у человека была родинка, и вдруг она начала расти. Третье, родинка изменила цвет. Четвертое, она стала чесаться, зудеть, болеть. Вообще любые субъективные ощущения в области родинок должны внушить опасения, потому что родинки немые, мы их не чувствуем. Если же пациент ощущает родинку, то это серьезный повод обратиться к врачу. 28 июня, 09.00. Ульрия наука. Масть против рака. Ученые хотят лечить меланома частицами искусственной ДНК. Такие вещи надо знать всем. Мы об этом постоянно рассказываем пациентам, а также нашим коллегам, терапевтам и врачам общей практики. Проводим у себя в центре лектории для населения, специальной школы, разрабатываем учебные и методические пособия для врачей. В результате рак кожи все чаще диагностируют на ранних стадиях. К какому специалисту лучше обратиться, если родинка начинает беспокоить? К дерматологу или сразу к онкологу? Пожалуй, сначала к дерматологу. Если он заподозрит раковую опухоль, пациента направят к онкологу, который уточнит диагноз и подберет адекватное лечение. Если же дерматолог диагностирует сибарейные кератомы, папиломы, акрохордоны, меланоцитарные невусы и другие безопасные новообразования кожи, пациенту предложат динамическое наблюдение образования или его удаление в условиях учреждения дерматологического профиля. В общем, с любой родинкой, вызывающей подозрения, желательно сразу идти к дерматологу. 31 октября, 09.00 РИА НАУКА Ученые улучшили бесконтактную диагностику рака кожи. Тем более в Москве во всех филиалах нашего центра с января этого года действуют кабинеты по диагностике злокачественных новообразований кожи. Работающие там специалисты прошли переподготовку по вопросам дермато-онкологии. Поэтому они разбираются в этой проблеме лучше большинства коллег. При малейшем подозрении пациента отправляют в экспертную структуру центр инвазивной диагностики кожи, который оснащен уникальным оборудованием, позволяющим провести цифровую фотометрию, люминесцентное дерма-сканирование, а также составить так называемый паспорт или карту кожи. Кабинеты филиалов также связаны с центром неинвазивной диагностики с помощью технологии телемедицины. Кстати, два диагностических аппарата, находящиеся в центре, спроектированы нашими сотрудниками и уже запатентованы. Таких больше нигде нет. Мы даже получили за эту разработку премию правительства Москвы за достижения в области науки и инноваций. Депозит фиртуз – артемадепси – рака кожи. Самой опасной из них считается меланома, которая может дать метастазы в течение нескольких месяцев. Депозит фиртуз – артемадепси – виды рака кожи. Самой опасной из них считается меланома, которая может дать метастазы в течение нескольких месяцев. За 8 месяцев текущего года в кабинеты по диагностике злокачественных новообразований кожи обратились почти 85 тысяч человек. 5 тысяч были направлены к нам с подозрением на раковые опухоли. У 2088 человек диагноз подтвердился. И это не только меланома. Часто выявляли базалиаму злокачественную опухоль, которая не дает метастазы, но, увеличиваясь в размерах, разрушает кожу и подлежащие ткани. У многих пациентов также диагностировали плоскоклеточный рак кожи. Это очень хорошие результаты. И сейчас мы планируем распространить московский опыт в других субъектах России. У кого чаще встречался рак кожи, кто в группе риска? В структуре онкологических заболеваний у мужчин злокачественные опухоли кожи на третьем месте после новообразования бронхолегочной системы и предстательной железы. У женщин на втором, сразу за раком молочной железы. 4 января, 21.48 Рионаука. Ученые нашли способ остановить развитие рака кожи. Каковы основные методы профилактики рака кожи? Меланома развивается из меланоцитов клеток, которые вырабатывают пигмент меланин, защищающий нашу кожу от внешнего воздействия солнечных лучей. Он поглощает ультрафиолет, чтобы создать защитный экран кожи и не дать ультрафиолетовым лучам проникнуть глубже и повлиять на другие структуры кожи и подкожной клетчатки. Если злоупотреблять солнцем, то удар, который на себя принимает кожа, не смягчается выработкой меланина. Поэтому специальный загорат я бы никому не рекомендовал. Кроме того, обязательно надо использовать фотозащитные средства, причем, с фильтром 50+. Наносить их надо за 20 минут до выхода на солнце, чтобы крем успел впитаться. И, конечно, стоит внимательно следить за состоянием кожи, за всеми своими родинками. Я бы даже рекомендовал сделать паспорт кожи, который позволяет посчитать абсолютно все родинки на коже и наблюдать за ними в динамике. 3 июля 2017 года, 10-26. Родинка или онкология? Мифы и факты о кожных новообразованиях. Как правильно обращаться с родинками? Как распознать меланому? И какие меры необходимо предпринимать для защиты от этого вида рака кожи в новой инфографике проекта «Медицина красоты»?